Здесь была очень хорошая березовая роща, в которой много было грибов. Ну и мы ходили сюда, отдыхали, естественно. Ну а теперь, сами видите, во что превращаются наши все живописные места. И самое опасное, что борщевик идет в лес. В лес тоже и черничник, и земляничник. Ходили, собирали и тропинки лыжников. Сейчас уже просто непролазные дебри становятся. Несколько лет назад свое победное шествие по полям и лугам сельского поселения Гжельское начал борщевик. Настоящую войну ему объявили местные жители. Оказалось, что справиться со злостным сорняком не так-то просто. Быстро размножается и также стремительно отрастает после скашивания, вытесняя всю местную флору. Окосить его очень сложно, потому что при окосе выделяется очень такое давитое вещество, получаются ожоги. Самостоятельно мы как бы не можем с этим справиться. На велосипедах они катаются. Конечно, они окашиваются, но дети есть дети, они могут пойти, им интересно потрогать. И вообще мало ли что, там мячик какой-то укатится или еще что-то. И можно получить ожоги. И потом здесь, ближе к лесу, это, конечно, змеи, чем опасно, потому что зона такая непролазная, много змей. Борщевик начал распространяться от зоны землеотвода железной дороги. И на самом деле на сегодняшний день это стихийное бедствие. К сожалению, в статье расхода бюджета на сегодняшний год не заложены деньги именно на борьбу с этим злом, можно так сказать. Должна, наверное, быть разработана какая-то программа на государственном уровне. В прошлом году мы привлекали организацию, чтобы его окосить. Это были внебюджетные расходы, это была инициатива, которая исходила от администрации и была привлечена туда определенная техника. В этом году, к сожалению, такой возможности не было. Но на следующий год мы будем думать, как с этим справляться, потому что в любом случае, как говорит глава района, взялся за гушь, не говори, что не идешь. И поэтому проблема, понятно, что кроме меня как главы и кроме Совета депутатов ее никто не решит. К сожалению, в этом году ситуация по борьбе с борщевиком вышла из-под контроля. Растение набрало силу и покосу не поддается. К тому же назвать этот способ эффективным сложно. Семена борщевика сохраняют схожесть до пяти лет. Можно применить ядохимикат, но необходимо понимать, что выжженной окажется вся близлежащая растительность. Администрация сельского поселения заверила принять меры в следующем году. Однако сложно бороться в одиночку со стихийным бедствием областного или даже всероссийского масштаба.